всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычный буди enter и на ваших глазах мы будем обозревать карту r7 тире сплинг то есть это очередной варкап под номером 190 3193 варкап который когда проходил проходил он с 10 февраля по 17 как обычно субботы по субботу прислала у нас 25 демок люди 25 людей точнее 20 людей 14 то есть это в обе физики 20 давай показывай что это за карта в общем-то появляемся мы на старте это не странно есть у нас два окна в одном окне видно что ты там дальше есть острова скалисты гордом камни или или грибы завязывая вторая мог ли помыть это не давай дымом сразу да так ты так сейчас и как вылечу моклипом ну давай connect connect итак дают нам battle suit дают его кажется очень много да 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 он немножко ужат я так понимаю как это какие-то остров здесь деревья и какие-то я я вот не пойму что это это какие-то деформированные скалы я не знаю ну судя по всему это не грибы это следствие грибов возможно то есть этот скайворкс был под грибами вероятно там еще по-моему планета какая-то где можно для слива лет левее варишь а ну да это луна наверно еще очень интересный факт который я заметил карта сделано полностью в виде ника до виде сплинка 1 7 делал карту для сплинка и собственно сделал такой вот интересный формат для того времени это скорее все было что-то новое но я видел уже и что я фрага было написано там и ну да и типа такие карты в общем и судя по всему будет каждая комната у нас здесь какое-то оружие возможно здесь оружие либо здесь рейх но я вижу что там ничего нет здесь какое-то оружие здесь здесь и так далее значит бы фига спойлер ну ну в общем давайте начнем подбираем мы сразу battle suit и старт у нас начинается после телепорта да да только после выхода одни он там второй раз на цепляции нет там все то нету и бежим мы по букве здесь как я понимаю три ступеньки плазма 30 плазминок дают на 30 плазминок две стены в принципе можно и по этой и по той плазмите я предпочту эту и даже окно в виде этой формы намекает нам что надо нам наверх собственно телепорт видно плазма отлично хватает но наверное если плазмить не очень хорошо может и не хватить заходим сообщить телепорт он он короче он подседу себя в него по моему можно сбоку врезаться то что я видел но ты ты пройти карта ним ракеты ракеты нельзя да я понял да он в области там пазики пазики блин зачем падики падики водичка не может без телепорта до дают нам 12 ракет красивые окна кстати оформление достаточно такое ну классное водное дает нам 12 ракет и нужно возвращаться назад потому что мы вот отсюда выходим и в принципе можно было сразу заметить вот это вот то что туда надо попасть как-то а как мы пока не знали мы взяли ракеты теперь не знаю что нам надо сюда у нас все это нету он по-моему на старте дается батл суть для лохов написал да надо мы здесь здесь в принципе есть много попыток и если у вас прямо ничего не получается с двенадцатью ракетами тут по моему можно будет давать еще разница ракет можно еще взять и тут понятное дело боится надо делать а там воде телепорт или на здесь воде телепорт если вода что оказывается ну и в общем заходим телепорт можно и сбоку зайти видимо сзади обойти наверно его не получится но сбоку зайти тоже можно принципе видим столбы сразу у нас телепорт над головой и по этим столбам естественно нужно прыгать высота первого столба у нас 64 юнита это значит что об него будет затруднительно сделать дабл джамп сразу на ходу можно еще не ну смысле нет можно сделать но за скимить камеру дабл джамп не получится 64 это максимальная высота на которую можно залезть за ступо да то есть как бы высота прыжка 48 плюс сколько там 18 юнитов это шаг ступеньки максимальные и вот получается что такая высота максимальная ну да прыгаем по столбам по платформам видим кстати поближе эту планету амбулы карты у кого-то бы хуже видно грибы заходим в телепорт и нам еще один телепорт сзади да еще один телепорт сзади тут нам дают шафт как работают шафт в цп ну и выкудри в принципе ты фраги дело в том что в дифраге вообще существует несколько вид два вида шафта один это обычные которые просто стреляешь им и 2 который отталкивает тебя стены может быть три нет вроде 2 то есть это свойство самого шафта там маппинге когда его ставишь на прописывать короче та же самая плазмы почти только который стреляет намного много чаще и вот такой собственный эффект как будто ты плазмой раза 5 быстрее стреляешь его и и сквадом смысле складом нет без кого-то просто очень часто ну но очень часто и но окей в общем тут тоже можно подступиться сбоку в принципе заходом в телепорт и проблем быть не нужно тут у нас стоит гранату и это у нас две кнопки я так понимаю которые можно пострелять куда мы куда нужно проходить и опять же еще один телефон тут нам дают бы шагу 15 патронов и да и вне срезать и вот туда нельзя забейся на эти даже так вот получается мы по кругу вот так обходим и тут у нас очередной тельку он даже немножко видно вот такая карта в принципе по структуре по своей достаточно простая никаких каких-то сложных фиксов нету там обычный 2x разве что и все по идее там очень четко они и поэтому давай это покажи нам что тут можно сложного найти я этих на едином грязь я эта карта играл четыре года назад в 2014 по маме я проходил поставил таймы и вот это на сих пор меня то есть я на этой неделе на этом аркаде к сожалению так и не поиграл в принципе чем увидим хост т.п. самом начале как я понимаю нужно делать выпрыг хороший чтобы здесь дабл джампом подпрыгнуть и взять эту плазму то есть это делается как-то так ну да то есть ты делаешь дабл джамп берешь плазму приземляешься здесь или делаешь буст и сразу туда допрыгиваешь то есть можно по идее так сделать вот так вот либо просто с прыжка и я же не помню можно не так там типа делаешь дабл джамп берешь плазма делаешь там пару плазминок сюда-сюда и просто туда приземляешься на самый краешек дальше чтобы быстрее добраться то есть тут варианта 2 либо как-то заворачивать и по этой стенке подниматься либо здесь сделать два шажка потом вперед и сразу подниматься ну про внутренние стенки наверно получивают да но я посчитал что здесь быстрее просто честно говоря подсмотрел закетом онлайне он тоже так делал поэтому я думаю что сейчас вообще можно даже попробовать сделать г.б. и отдальнюю стенку допустим тут основная проблема в том что высоко очень подниматься и вот это вот если ты будешь иметь скорость она тебе ничего не даст ты просто здесь поднимешься упрешься вот сюда и будешь вверх подниматься ну да то есть главное побыстрее добраться до этой лида этой стенки и да это вроде кажется побыстрее ли на 5 плазмы не хватит ну ладно ты же умеешь 4 но здесь поднимаешься немножко нажимаешь влево входишь т.п. здесь здесь же опять надо 20 по сделать я забываю постоянно сейчас я быстро доберусь вот таким вот образом сделай и поз и сейчас попробуем попрыгать чуть-чуть здесь в принципе делается выпрыг до прыжок и трипада и сразу берется рокет по крайней мере все пьем физики богу 3 чуть-чуть по-другому в уку-3 допрыгивал в уку-3 как я делал я прыгал на этот пат и потом пешочка он сюда заворачивал потом пошли сюда и потом в один прыжок сразу до ракеты налиси к 4 это сложно это да это достаточно технично в принципе единственное вот здесь это очень сложно заворачивать потому что это прям притык к краешку экономит два прыжка в принципе не нужно много прыгать но достаточно сложно в реализации но после подбора ракеты у нас ну во первых вот этот уголок в уку-3 по крайней мере помогает сепим честно себе не знаю да здесь по она делается честно я не помню как вообще это проходил честно не помню вроде как-то густом потом заворачивал а слава вроде как-то так вроде бы простенькой быстро залетается но тут еще основная проблема почти у всех телепортов кроме стрейфов из комнаты из из плазмы низко да то что они низко и поэтому нужно очень строго со спейсингом обращаться если вы допустим с ракеты вы летите ли башка мы сливали еще ракета вот сюда засадить или вот сюда то есть вот так вот боком чтобы влететь т.п. да ракета дофига здесь нормально еще дальше что у нас комната с прыжками здесь в принципе ничего интересного по прыжкам здесь сюда скорее все без дабл джампа помню входится вроде можно если налево делать тебе джамп дата допрыгивается сразу до этого патика потом разворот несколько прыжков здесь же опять вроде бы там нужно дабл джамп делать но и я вроде бы допрыгивал до ну тут и читер а как бы как быть нет как быть простым смертным простым ну чё прыжок 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 вот так и допрыгивается побыстрее это чуть-чуть сложнее делается здесь проблема с дабл джампами дака по-хорошему нужно просто без дабл джампов вот так вот все про прыгать или со второго столба сделать должен я так не допрыгиваю почему-то что допрыгивал два раза и сейчас перестал здесь очень дабл джамп хорошо сделать себе вот дабл джамп дабл джамп прыжок то есть по идее можно без остановок без ползания там и здесь наверное желательно вообще без дабл джампа прыгать проходить прыжок ну хотя не знаю можно нет пришла наверх здесь ничего интересного мы заходим вот в этот тп прыгаем прыгаем отсюда вот допустим отсюда мне кажется с этим с дабл джамп вылетает берем эту шафт и влитая кто-то здесь тоже в принципе все также проблем как ты его их нету главное во первых не воткнуться вот сюда потому что там если очень хорошо выпрыгнуть то можно воткнуться просто да и тут опять же высота 64 юнита это когда и под все свои данные сложности как можно быстрее туда попасть здесь опять же гемороз вот этим он спейсингом и углом потому что после подбора честно я не знаю можно ли сделать вот так вот можно я думаю можно я не тестил и мне кажется проще он так дофига скорости дает честно я в прохождении делал здесь немножко здесь немножко нормально это образом быстро до выходит пока тут да здесь маленький такой есть чуши срез средства средств если мы делаем прыжок делаем прыжок можно допрыгнуть сразу вот до этого пада по моему там тележамп надо делать сейчас я сохранюсь вот здесь вот перед этим телепортом по-моему не надо тележамп я с обычного просто второго прыжка я допрыгивал в принципе со второго да я вроде бы как-то с выпрыгнуть и делал то есть вот допрыгивается до этого пада а с одного можно но если хороший церковь земли может быть и можно нового просто слабенький прыжок на самый уголок и прыгается туда надо очень слабенький нужно просто тележамп почти не делать да что такое мне никак не получается я перепрыгиваю все что можно во 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 то есть очень очень слабенький прыжок за ворот и приземляемся сюда если естественно не надо еще граната подобрать ну да обязательно иначе дальше не пройдет вот что там дальше отсюда либо мы прыгаем а кстати дорогой это кто-то быстрее должен мне так даже не пробовал но что быстрее берем еще гранату наперед кинуть это вообще вау да ладно нет не успеваю 2 нет и китай наверх под определенным углом чтобы здесь на этой платформе сделать 2x у тебя со всеми ну либо не одну тип того и ждать мне кажется очень долго либо нужен чем мне кажется долго даже даже так можно не я понимаю можно но мне кажется проще а слушай 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 ты можешь вниз вы кинуть на ковру вниз типа прыгаешь такой вниз в пол ульдал я стою больше секунды здесь жду так а ты пока летишь и тоже секунды нет мне кажется долго мне кажется если нормально затаймить чтобы она не чтобы она взрывалась сбоку с торца шарь же не прямо нападал с богу чтобы она попадала не можно сделать очень быстро я попытался сразу после выпрыгать то есть нужно куда-то отсюда стрелять даже перелить по ощущение что это медленно как-то реально жду долго проще с 1 град этого завернуть и все ну будет давай вот то есть либо делать два прыжка направо и отсюда проще с одной гранаты были высадки даже постабильнее будет в принципе поэтому поэтому давай дальше что у нас дальше чем нас тут бафага вот это боль потому что она 15 согласен 15 бафаги сейчас где и ее здесь вязать прям так неудобно так такая боль с этой бафагой это ужас такая боль тогда не будет тут надо или как-то от угла к углу она скипается постоянно тут нужная сразу к стене либо вот так вот каким-то бустами делать черт либо каким-то таким вот образом шокол несколько скидер жалко нужно вот туда в общем это это самая большая проблема этой карты от этого 2 фага я проходил медленно эту часть ты я проходил вроде бы как-то бустами по две штуки и в конце и взял ее в общем кто зарулит в эту часть карты наверно тут можно секунду 2 спокойно потерять и наоборот приобрести кто за рули тот несомненно будет красавчик но я кстати надеюсь что сегодня когда мы будем смотреть демки мы кому-нибудь отдадим приз за оригинальность потому что тут вроде бы казалось бы казалось бы придумать совершенно ничего даже но я надеюсь чем-нибудь нас у тебя ты как-то реально медленно все в общем если еще попробую как нибудь и проползти у меня сейчас не черта конечно не получится просто я дойду еще разок до финиша а я забыл куда прыгать в общем пройду медленно медленно я думал там есть да что такое хорошая карта по дике интересная ухты там можно воткнуться в него да ладно что сказать это все-таки сейчас я хочу посмотреть как именно с него можно воткнуться то есть во первых это вот телепорт и вот в это я втыкался так здесь все отбирают и почему не воткнулся или это только сверху вот как так я не понимаю как эта штука работает может она так с одной стороны это очень загадочный телепорт тут еще отбирается так неудобно да что такое не здесь тоже можно наткнуться здесь видимо телепорт он вот как-то вот вот так проходит и ты периодически то между проходишь ну в угол можно воткнуться этой крутящейся штуковины то есть и вот это тоже проблема приходится входить прям вперед и это т.п. так ладно дальше у нас там прыжки прыжки не получится мне быстро но я просто добегу до финиша здесь не получилось здесь не получилось выпрыгнуть в общем нужно все это просто быстро попробовать пройти затаймить не запороть ничем здесь еще взять эту фигу пройти как-то быстро не финишер тут тоже надо еще выпрыгнуть на финише вот какая-то такая карта что сказать да ну карта простая в принципе ну все мы исполнение частично на прямолинейное но есть множество маленьких маленьких таких места где можно забороться или набрать больше времени объяснить ну да можно добыл джамп не сделать можно споткнуться там то есть много где можно поспотыкаться и много мест где можно чуть-чуть срезать или чуть медленнее пройти и это основная проблема наверное на вытупного кудри кстати вокруг утре и гранаты проходятся все всеми кнопками потому что так не завернуть ну и все наверно приходим к просмотру демок да давай посмотрим давайте смотреть значит 151 193 начнем с его q3 до традиционно до варпак нет лунтик минута 43 так то как сейчас 5 сек я чуть-чуть переменую демки я их качал но я их не переномал потому что потому что короче сейчас потек сейчас все будет варкап варкап 151 193 в q3 control м как же их перевиновую mdf на df с припиской м выполнить раз и все пьем каких нету так все вернулись в q3 но чтобы понятно было кто на каком месте чтобы не мучиться итак последний лунтик 143 из 7 давай смотреть play даже выбрать первый запорол да немножко получилось так получилось что не получилось начало принципе на человек неопытный человек но тем не менее до дымку прислала смотри поворачивай кнопкой вперед он перед номером кнопка вправо-влево в виду очень класс интересно он сознает что так скоро собирается но я я хотел сказать о том что даже несмотря на то что он не опытный он просто он никуда не торопится он старается как-то ровненько все пройти тихонечко особенно это на плазме была заметна когда он просто тихонько стал к стене выставил угол это очень даже правильно потому что лучше сделать медленно но как надо чем как попало и в итоге плохо вот тоже самое никогда не торопясь угол угол надо правильно выставлять зачем так высоко уже лучше на 1 1 попал надо же спиной попал эффектом пишет его даже не использует пешочком ходит может быть ему пешком тут было быстрее и и и не последний заменять 25 из 27 далее у нас варпак 127 быстрее на сколько там 20 нет 15 секунд на play ну чтож вот он уже умеет стрейфить право влево ну немножко так хорошо забрался с плазмы здесь почему-то он не знаю что это это онлайн или оффлайн это оффлайн неплохие кстати ракеты несмотря на то что они немножко кривенько сделаны но они достаточно неплохие хороший 2x в телепорт но сталь же и воров с армагеддон постримить на циркл джампа меня получилось залезть наверх даже та же самая проблема проблема с шафтом я думаю тут основное было то что шафт в принципе редко встречается на картах и поэтому многие могут не знать даже как как ну примерно такие углы не нужен прикольно бы футболизе очень даже ну что я скажу что потенциал явно есть как быстрее чем предыдущий чем чем лунтик но все же есть куда стремиться то есть много считаю временем можно улучшить и так катейка лучше быстрее на двадцать шесть секунд с половиной даже давай смотреть play наверно просто получше он проходил меньше распадал там воду в куда только можно и тихонько проходил боковым стенку естественно быстрее начинает плазмить чем по передней хороший 2x получается даже до с половиной можно в принципе в окуте взялась такой высоты ну да так прыжок 100 но слабы очень много людей ругалась кстати ухты прям высота как нужно получилось вы фугу перелетел основная проблема в кудре то что оружие перепрыгивается вот здесь взял бы фугу в принципе да ну не залпал лучше и дай финиш так римыч минута 00 и 6 почти 192 плей давай давай немножко не получилось у него по надо можно было сразу по другой стенке ну да и угол все равно не совсем правильный почти вверх и если он ползмел то он угол все равно поставил не тот по кругу про стрейфилу и ракеты ну неплохие руки это кстати и 2x кстати вот 2x почти у всех ну не то что почти пока что у всех не вызывает трудности вообще в принципе все с первого раза делают всех получается о кстати очень классно возникают взял сразу бы фугу и ой как то я ей как бы фуганю хорошо в конце он видел пешком немножко постигался видимо а мог бы из минуты выйти блин вообще не повезло немножко конечно римычу сейчас я хотел проверить одну штуку spring типа на паузе ну ладно мне кажется просто кто-то скидывал демку какую-то не не все нормально царе и так так следующий destroyer россии 59 обошел на секунду давай смотреть play так тут уже не влезался нормально проползнул ровненько встал к стеночке выставил угол все хорошо попадом слезал не как римич в конце немножко буду зацепил но это ничего страшного когда вы купили здесь можно было падать без без прыжка без высокого подлета давайте быстрее немножко получалось а в цепи у вас такого не получится потому что в цепи ракета летит на стол упсов быстрее даже телепорт упал вот destroyer жёга и берет бы фигуи всяко лучше чем стрейфом когда выказали ниже да я думал еще щас упадет из 59 до достаточно быстро достаточно хорошо уже интересно посмотреть что там толпы вытворяющий dm россия 55 секунд быстрее еще на 5 секунд на 4 play так она же почти должен сделать допрыгнул сразу ступеньки неплохо начинал ну мог на правой стенке начать плазмить вроде логично и несложно додуматься но может быть и додуматься ты несложно может ему плазмить было там сложно поэтому решила попадам она классно пропрыгал прям ой какой 2x хорошую свою до 2x неплохо получился так пока все неплохо идет а и бы фигун сразу не взял это конечно минус прыжок и финиш так в принципе неплохо пройдено но можно быстрее доширак россия 50 и 0 смотреть play еще на 5 секунд мне кажется он на бафоге много там секунду 2 можно спокойно отыграть он допрыгнул до ступеньки нормально подал вниз заплазмил сразу по правой стенке вот он кстати очень много отыграл у предыдущих игроков сервер аноним плейерным даст даст доширак вот здесь он почти два с половиной делал да но это все но слишком высоко получается и надо ракетами себя регулировать ну как римыч залетел конечно в телепорт после шафта это нечто хорошее масло ой куку 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 классно да класс вот они 5 секунд здесь сидим и остались так сейчас и опять отвлекаюсь что такое то так нет нормально следующий драм-ю-эл-кьюарра расшифровать короче девушка за киви она просто дромул курора драм preschool не за короче россия бы из хабаровска что-то поехали сейчас уже быстрые линьки пошли да пошли достаточно четкие без каких-либо косяков таких мощных жестких тоже по внутренней стенки плазмила угол правда не совсем хороший но я могу сказать прыжка защита в защиту летела все отлично она играет cpm в основном 3 для может быть даже что-то новенькое это было вот в этот раз финиш бафуга очень классно пройдено и немножко по моим начале где-то запоролась на ракетах она там от отбора ракеты до падения вниз вообще пешком по стрейфам проходила на ракетами там все быстрее пройти следующий кианекс прям очень много потерялся он там секунду 2-3 наверное кианекс россия тольятти 48 1 плей буллин экс хорошая плазма внутренней стенки сразу классно заплазмил я зацепился чуть-чуть мог полсейки сканомить если бы сразу вылетел да ну слушай он очень бодро проходит прям очень очень аккуратненько зашифтил и граната у нас тоже достаточно качественно исполнен у его фига на какая вот здесь конечно материал немножко но но вот и в конце финишеру итак дальше нос быстрее еще на 3 секунды что же он там сделал такое play заинтриговал у меня тестовое прохождение было тестовое прохождение когда там буквально полчаса проходила меня 47 было вот сейчас сравниваем теперь быстрее первый кто быстрее чем меня прошел классно заплазмил в т.п. скорее всего фига а то я там очень сильно запарался но у нас чувак опытный ракеты как классно прошел до вас ли последняя после них т.п. полетел очень хорошо получилось столбики тоже хорошо прошел и шафт авто ой ну да влетел очень классно я хотел сказать что медленно потому что спрыгивала сейчас по форме что-то нажал посмотри выше перед статами будет чит сорта ты нам и бэйбл нету никакой надписи нету у меня появилась он что-то он что-то мы видим какой-то бин зацепил который у него там с читами может такси этом вот здесь ай-яй-яй дался следующий ладно фет сапсан россия 1 амурская область окей play фет почти как кет но это fed fed кет русская версия интересно да достаточно хорошо я тут ракетами 2x неплохой получился сразу в телепорт себя кинул стал бы тоже без проблем на шифте немножко застрял но тем не менее тоже сразу влетел в телефон и гранаты без особого промедления взял перелетел кажется да и у их т.п. классную тоже да неплохо получилось так дальше red born беларуси 43 0 еще на 2 с половиной секунды быстрее интересно на play что же он там сделал такое интригант ракета быстрее бфг а то да я думаю у нас в основном наверное на бфг заплазмил очень очень неплохо немножко зацепился упал вниз можем сделать здесь полтора пушка меньше ой хорошо очень классно вылетел в т.п. немножко споткнулся перед подбором шафта и очень классно влетел телепорт до бфга очень классная получил с ракеты тоже поэтому я даже не представляю что там на 41 секунду можете сделать это очень жестко и так бригант 41 и 3 топ 2 уже 2 место смог давай смотреть play моделька декса ну естественно бригант его опричник вот он запрыгивал также сразу что-то как-то он на развороте прыгнул с ракетой вы все жесткие ракеты очень классная контроль специально послабее о какой шанс и ракеты очень низкого и цели гранатами да 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 граната очень классно получилось нормально вообще офигенный очень классный бриган пачек со представляешь что кет сделал это еще плюс 300 на где-то нарыть давай 200 смол 250 200 до play топ-1 кет поздравляем вас первым местом жальному вы не посмотрит а может и посмотрю сначала по внутренней этой проходил специально это немножко по себе подкорентировал шумили спотыкаться на по столбикам просто проходил до сонки очень хорошо вышли и шафт шафт помедленнее но тоже где он где он где он где над шоу лежит на пофиге кутон занервничал знаешь потому что такой ну очень классно пройдено очень классные демки берем в кутри демок больше чем cpm даже удивительно прям да 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 но это это очень хорошо сколько человек играет итак переходим к просмотру cpm демок так-то лунтик лунтик да топ 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 место топ-11 лунтик play 105 уже на почти минуту быстрее чем в кутри последняя дымка но все равно недостаточно нормально нормально лунтик новичок лунтик пытаться не будет поздно точно также поздно нажал выстрел надо было чуть раньше попрыгал попадал в принципе нормально не воду не упал нигде ракета не не использовал надо было использовать раньше намного получился 2x принципе неплохой аккуратненько аккуратненько это правильно с одной стороны как бы у него движение какие-то не дерганые не резки он прекрасно понимает что ему нужно сделать как это нужно сделать и он просто делает и спиной и поверить своих возможностей поэтому я бы даже похвалил за такую дымку во первых то что мы ее послал ну четко выполнена четко писать если вот вот с опытом этот чувак просто будет все также четко делать но вот этих мест где там он пешком чуть пройдет где-то остановит видимо cpm он больше играет потому что его же демка в оку 3 была с большим количеством косяков чем это здесь она по почетче получше ну может быть и cpm полегче ему может быть ну в общем я к тому что если этот чувак через года два еще не забьет то он будет очень хорошие результаты показывать я так думаю рим и 54 4 быстрее на 10 секунд play 11 10 секунд офигеть разница 11 не получился дабл жамп стрейфа не хватило тоже по стенке решили ну шо ж такое-то римыч попалом попрыгал не споткнулся же 2x нормально словил очень хороший высоковато конечно подлетел до слишком хороший 2x чуть-чуть плазминками потыкал чтобы точно долететь по 1 бфг со все стенки и финиш рел в принципе что сказать неплохо до старайся лучше старайся лучше моя излюбленная фразу в м.о. я не слышал раньше такого человека а я слышал я знаю это очень такой интересная личность хорошо play 50 и 9 пошел римича лунтика посмотрим мост стрейфит неплохо и вы даже неплохо ставит чтобы подниматься он споткнулся что-то где-то и ракеты тоже неплохо получается вау что же так 50 секунд ну да сужу ну полетел бы радоваться кто тоже честно не знаю но по фиге может где-то да в принципе у него где немножко то есть везде по чуть-чуть на стрейфе на бфге на гранатах то есть первая часть он очень классно прошел а вторую не очень вторая часть вышла не совсем хороший кипиш или женск до 2 секунды быстрее play что же она покажет дабл джамп со второй ступеньки мой угол слишком резкий был да офигеть кипиш выдает тоже специально стрелку как кед примерно в эту платформу чтобы не джампать не и столб стал бы тоже достаточно быстро проходит шахте потерял наверно потому что не сразу залетел граната использовал 2 поэтому финиш бафуга средненько пройдено хорошо лучше чем другие остальные но все равно видимо не так круто следуем котейка и когда россия 477 play быстрее на 1 и 2 очень интересно что же там котейка такой исполнил не очень много распуган неплохо так расставляет ракета принципе получаются ну да твои плохой обоих по высоте как ну что получился но в столбах тоже особо не мешкал сразу проходил шафт быстрый достаточно гранаты слишком высоко конечно первое на этом ну потерял может быть 200 оба фига не у меня бафаге конце он очень мне кажется потерял там тоже много там можно намного быстрее следующий варпак варпак play варпак быстрее на 300 миллисекунд что же здесь интересного дабл джамп получился плазму нормально за использовал мне кажется лишний прыжок сделал можно было раньше начинать плазмить ой как чтобы медленно эти зигзаг направо налево там наверняка можно было сэкономить где-нибудь по прыжкам специально немножко отошел чтобы пропрыгать себе остановки да кстати ой и шафт также тоже ну очень качественно я считаю все правильно зачем что-то пытаться есть бы фуга накидал под себя и все длину еще нормально да наверное дм россия 44 6 все же еще на три секунды быстрее play там потом отрыв я посмотрел и еще на три секунды что же не там такое делают то действительно что ты заложен у вас даже неплохая неправильно у нас дабл джампа выпрыгивает сэкономил много прыжков сразу использует рокет сразу попал вниз тоже классно 2x хороший я сумму высоко подлетел столбы я был дабл джамп принципе получился быстро залетел и здесь высоко не подлетел на шефте тоже классно здесь вообще без остановок то можно было быстрее если бы ну не так высоко хорошо заметил в телепорт но с одной стороны он направо остановился там прям в углу какой-то время потеряла с другой стороны он попал прям в т.п. на большой скорости это тоже неплохо темп акс темп акс перебил на целых 36 достаточно интересного и посмотрим play так что же нас там сделал интересно сейчас обузки с разворотом по офигеть конечно чилийские для пацаны заковато он потерял 0304 если удара сразу попал здесь дабл джампу мы как медленно ой сколько он тут потерял вообще кучу просто водя и на это гранат еще странный народ но я думаю за оригинальности можно будет отдыхать пока что бы фигу интересно прошу я думал гранаты тоже интересно пришел ну и в целом конечно не топ-тайм особенно на шефте очень много потерял так нормально прошел но достаточно опытный не знаю чё у него критиковать роут разве что мягкий пуз 39 и 5 обошел темп акса на 2 секунды пуз вообще просто офигел он на стрейфе последнее время показывает хорошие результаты и тут участного на варкапе он отправил на третье место блин это вообще класс бус сделал сделал сбил ножка высоты не хватило и делал на пол прошка больше чем надо получилось словил 2x почти сразу попал в т.п. неплохо здесь мне кажется сделать лишний прыжок но очень классно прошел по всем до ночи хорошо очень качественно плохой из шафт у него получилось да ладно из вас ли он завернул очень быстро в конце более членки почти так смотри зор ты зашить как зорда игра двигал же тоже задрот и сорт всего на 200 сделал меньше на 200 всего отказа посмотрим сейчас где он конкретно потерял 2 смотреть play он год это сила лучше этим скажу ты не хочешь ливнуть из андетов в год ну а ты есть ну я столько за тобой добыл джамп с разворотом здесь падал неплохо прошел если наверное долго пешком ходил ну и здесь высоко потерял пол секунды в даже несмотря на что она пострелил потом поползже только ниже подлетели ну смотри как делается сыграла проходил игра вот мило офигеть мус просто его не пусть не только как можно сказать его выиграл зорно он еще и поролу ты его обошел просто у пуза просто ролл даже лучше офигеть и эвенджер на 4 секунды быстрее стройди давай посмотрим быстрее плей топ-1 рози что же он там такое сотворил это просто все чисто прошел быстро дабыл джамп без густа внутренне стенки также я планировал народе старой школы человек советский дефраг не воспринимает бусты хорошие низкой подлетала единственно здесь высоковато кажется ой он сразу на стол попал вот тоже плюс шафта хорошо получилось и со мной гранату да и бутуга классно получилось офигеть на 34 по любому он должен был это делать там него мне кажется но не позже позже там пуз честно я не скажу чего не а там у него вроде рокера намного намного круче пройдено врача сус еще на плазме помнишь запоролся давай помедленнее посмотрим 05 обидем ки 0.5 кит венгрия play 41 и 0 расскажи где то я подстроюсь глаз мой заят приземлился прошло в т.п. дальше в принципе понятно по прыжкам у него неплох очень получается я не знаю ну я показывал в принципе как можно быстрее но там да так намного стабильнее получается вот этот рокер ему очень сильно помог чтобы перепрыгнуть это все наверное надо было наискосок назад составлять не знаю чтобы перепрыгнуть это все вот у него фрейма джампа здесь очень хорошие получались особенно по этим столбам намного очень классно как прошел их так дальше взял шафт угол классный поставил чтобы прям попасть куда нужно здесь падал вниз без прыжка то есть скальзывание платформы две гранаты по низко стрелял в принципе здесь специально медленно выпрыгивал чтобы взять эту но внушли на что перелетаешь и тут почему-то зверяли как будто нервничал бы фугу начал спамить вот и тем к роде avenger россия play так дабл джамп два прыжка прыжок дабл джамп с подбором плазма вот и по внутренней степени чем плазмить в принципе правильную высоту набрал стиль джампом два прыжка он запрыгнул до рокета быстрее на прыжок чем остальные смотри сервер тайм 1098 его надо же андреалов к поиграть вот здесь он высоко подлетел да здесь выпрыгал него классно получилось на под запрыгнуть показывал тут нас дабл джамп прошел быстро ну очень классно добрал шафт под правильным углом стрелял не знаю нужно ли бы так был там прыжок может там можно было стиль джампов с выпрыгать все это сделать это было бы сложнее потому что там скорости было больше надо было бы как-то выкручивать и притормаживать но мне кажется было быстрее быстрее бы джазел ну и бы фига в принципе ну бы фигу запорол запорол высоту ракеты не так чтобы сильно запорол там тоже нужно было намного быстрее ну блин ну намного можно быстрее мне кажется просто почетче как-то подстреливаться ну короче тридцать четыре и пять я думаю можно в идеале можно делать так сейчас я переключаюсь на браузер браузер так где у нас переключал к браузер вот видите мой браузер это новый firefox на ладно вот она стартовал варкап результат к сожалению здесь не появились но они есть там по ссылочке слышны появились где надо фронт фракрус не в комс открывай сразу не отдохну или главный это главный сайт до фру ведь не он пока не активный но на нем тоже публикуется результаты в общем но не сразу если вы смотрите как-то отсылаете демки то сайдов комп сейчас становится практически главным но почти я не уверен но ну в общем пока что да и в комс это замена для дефу это пока что альтернатива ближайшие там месяц полтора дфд в комс перейдет под в под домен дфру и будет дфу как бы основной и там те же самые все то же самое будет в общем вот он стартовал до этот расплинг вот они результаты результаты кет на первом месте венджер на втором роде имеется рейтинг кто как и рейтинг которые люди получают за прохождение а почему кстати я на первом месте онлайн копы да ладно что там так много дают намного больше чем за все остальное в смысле одинаково везде дают а почему мне 1700 аж так ты сколько выиграл я блин поиграл всего два или там три копы и тут сразу ну ладно кстати да можете еще на дэв компс чуть ниже там если происходишь увидишь статья про использование сейфпост от бриганда очень много положительных очень много положительных отзывов поэтому и новичкам и не только новичкам здесь комментариях намного больше то есть вот он был результаты так это анонс вот они результаты 10 комментариев есть андафру только 0 в общем здесь мониторте в кубус пока реально активы активнейшие сайты очень много и просмотров у него и на данный момент сейчас идет almera cup это такой competition который будет проходить очень-очень много и быстро расскажу как быстренько можно почитать здесь надо фруна главное это все написано то что 7 карт все такое на месяц это основная можно так сказать изюминка этого турнира карт больше время на них меньше система турнирная вот присылайте демки если вы еще не успели а и кстати будет система очков будет подчипать будет очки 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 будут подсчитываться по системе эндера с экстеном который они разработали для следующего до фвц заодно и и протестируем посмотрим как она что выявляет и в общем-то это будет хороший шанс для их системы закрепиться принципе в системе дефрага первый раунд вообще проходит на карте ран фани бани такой такой в общем это такая да зайдите посмотрите древняя карта она чувствуете 2003 года до 2003 то есть и уже 15 лет же старых да то есть когда карта вышла петрович и был годик днг к сожалению дефру нету но на которые фарги видно то что таймы в общем в районе 30 с чем-то секунд можете присылать из-за минуту спокойно посмотрим я не знаю насколько сложная карта то есть в принципе здесь есть и плазмы и гранаты и рокет мульти как сказать комбо как комбо карта короче ну что ж присылайте демки будем смотреть и будем обозревать что все наверно ну да давайте ребят всем спасибо ребят всем спасибо за просмотр смотрите лайкайте присылайте демки всем пока